Добрый вечер! В эфире Вестник Городской Думы. В студии для вас работает Александр Воронин. Депутаты, давно предлагающие администрации города жить по средствам, получили отклик. Проект без дефицитного бюджета в Гордуму представили на прошлой неделе, а плотное его рассмотрение началось в минувшую среду с прогноза социально-экономического развития города в 2015 году. Особенности бюджета нового года в том, что он программный, бездефицитный и максимально прозрачный. Каково жить в новых условиях, горожане поймут в следующем году. У депутатов же оптимистичный настрой. Мы депутаты прошлого созыва и в прошлом, и позапрошлом году при утверждении бюджета в тех лет говорили о том, что недопустимо наращивать муниципальный долг. И хорошо, конечно, что администрация разделила нашу точку зрения, в том числе и нашу. Строить прогнозы удобнее, опираясь на итоги развития, а они в уходящем году таковы. Из плюсов – рождаемость превышает смертность, налицо миграционный прирост. Ряд производств на подъеме. Среднемесячная заработная плата в среднем выросла почти на 7%. Из минусов – снижение объемов вводимого жилья. Такая же ситуация и с собираемостью налогов. Этот показатель был на высоте в прошлые годы, но последствия наводнения и нынешний экономический кризис сделали свое дело. Муниципальный долг сегодня превышает миллиард рублей. Эти опасения как раз и учли при формировании проекта бюджета. Раз он будет бездефицитным, значит муниципальный долг расти перестанет. Новый подход одобрили все депутаты профильного комитета и посоветовали администрации эффективнее использовать прежние источники доходов. В первую очередь обратили внимание на земельный налог. Пока его собираемость оставляет желать лучшего. Но варианты, как это можно исправить, есть. Например, обратить внимание на земли под незаконно установленными гаражами. Но это тема уже следующего заседания. В Благовещенске создадут собственный залоговый фонд. По примеру, городов и регионов, где такая форма работы с инвесторами уже действует и является привлекательной для последних. Это решение разработали совместно специалисты администрации и депутаты. Какое имущество может, такое ни в коем случае не войдет в залоговый фонд и в чем будет специфика его работы в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Залоговый фонд для Благовещенска понятие новое, но на практике подобная форма поддержки инвесторов в городе уже работала. Власти помогали подрядчикам, которые исполняли муниципальные контракты, но не имели достаточной залоговой базы, чтобы взять кредит в банке. А под муниципальный участок земли, ценные бумаги или объекты недвижимости деньги банк давал охотно. Все расчеты по кредитам производились вовремя. Ни один объект у нас банк не забрал. То есть это порядка, наверное, до 2005 года у нас было такое. 2005-2006 год последние мы давали залоги. Сейчас администрация предлагает расширить эту работу по примеру Хабаровского края, Томской области и даже города Белогорска. Создать полноценный залоговый фонд, в который может войти самое разнообразное имущество, кроме объектов культурного наследия и жилых домов. Депутаты это стремление одобрили. Речь идет об исполнении муниципальных контрактов, либо инвест-контрактов, о которых просто еще идет речь. Их еще нет. Когда город гарантированно заплатит и нужно на преодоление кассового разрыва, нужно предоставить возможность предприятию прокредитоваться. Больше ни о чем речь не идет. Впрочем, специалисты администрации заметили, таким образом можно поддерживать и малый бизнес. Но сначала нужно четко определить риски и максимальную сумму, которую город сможет подкрепить залогом. Если предпринимателю, иногда нужно, вы знаете, в мелком бизнесе 300 тысяч или там, допустим, миллион, к примеру. То есть сумма, которая достаточно незначительная. Если мы этот бизнес посмотрим, у него действительно реализация идет какой-то продукции, если он действительно гарантирован, действительно хороший налогоплательщик. Поэтому здесь нельзя предусматривать какие-то огромные риски. Но помогать мелкому бизнесу надо. Будет ли работать второе направление, покажет время. Для начала необходимо фонд сформировать. Эта работа начнется после того, как депутаты одобрят предложение администрации всем составом. Вопрос вынесен на ноябрьское заседание Думы. На карте Благовещенска появится новая специфическая зона – территория ограничения застройки. Она раскинется вокруг радио-телевизионного передающего центра. Сегодня за выделение этой зоны в рамках действующих правил землепользования и застройки проголосовали депутаты комитета по экономике, собственности и ЖКХ. А с инициативой к ним обратились сами телевизионщики. В новую территорию войдет участок земли, расположенный в радиусе 610 метров от телевышки. При этом возводить жилые и нежилые здания там не запретят. Это район перспективной застройки города. Но одно условие все же есть. В случае, если высота новостройки превышает 14 метров, согласовывать ее возведение нужно не только с администрацией, но и с радиотелевизионным передающим центром. Наш эфир продолжит рубрика «Из истории Думы». Сегодня ее автор Ольга Туманис расскажет о работе депутатов городской думы 5-го созыва, их успехах и принципиальных решениях, принятых для улучшения качества жизни в столице Преамурья. Выборы депутатов 5-го созыва состоялись 9 октября 2009 года. Эта команда проработала дольше, чем все ее предшественницы – 5 лет. За это время бюджет города вырос вдвое – до 10 миллиардов рублей. В основном за счет участия в федеральных программах. Благодаря успешной реализации одной из них – берегоукреплению реки Амур – облик города с каждым годом становится все более красивым и современным. Свою лепту в это вносит и стартовавшая работа по благоустройству набережной Зеи. Активно ведется строительство социального жилья для детей-сирот и переселение благовещенцев из ветхого и аварийного фонда. Помимо этого, новые финансовые возможности помогли решить многие наболевшие вопросы, в том числе полностью ликвидировать очередь в детские сады среди малышей от трех лет и старше. Благодаря строительству новых и возвращению в городское образование ранее перепрофилированных зданий удалось ввести 3250 в дополнительных мест в детских садах. На 74 миллиона отремонтировано более 400 квартир ветеранов, проведен ремонт 200 дворов. Кроме того, особое внимание Пятый созыв уделил развитию отдаленных районов города, благоустройству дворов и тротуаров, асфальтированию дорог, организации детского досуга, слаженной работе общественного транспорта. Так, решением депутатов был продлен маршрут номер два, который теперь доходит до Астрахановки, что очень удобно для местных жителей. Также активно депутаты работали с коммунальщиками и добились многого. В поселок-радиоцентр АКС за свой счет провели водовод. В Белогории построили станцию обезжелезивания воды. По городу реконструировали пять котельных, и это всего лишь часть результатов. Понимание проблемы намного глубже у депутатов, потому что все рассматривается на профильных комитетах. Прежде чем выносится на Думу, возникают вопросы. Вот на Думе быстро проголосовали. На Думе идет уже принятие решений, которые предварительно проходят проработку. И участие депутатов в жизни города Благовещенска. Также мы работаем непосредственно с жителями. И все это в совокупности дает, наверное, тот результат, который сейчас город получает и развивается. Отдельное внимание депутаты уделили развитию сети городских дорог. В 2013 году на дорожный ремонт рублей. В уходящем в два раза больше – более 330. Не осталось без внимания и развития городского спорта. Так, благодаря выделенным из бюджета 3,5 миллионам рублей на стадионе «Юность» появилась многофункциональная спортивная площадка, на которой сейчас тренируются баскетболисты и волейболисты. А Дю США номер три получила 5 миллионов рублей на переоборудование ледовой арены в круглогодичный каток с искусственным льдом. Всего же за пять лет работы пятый созыв принял более 800 решений, и многие стали определяющими для развития города и изменили жизнь благовещенцев в несравнимо лучшую сторону. Горожане это оценили, и 14 депутатам из пятого созыва вновь доверили представлять свои округа в городской думе шестого созыва. На этом у меня все. Увидимся в следующее воскресенье. Удачной вам недели! Редактор субтитров А.Семкин